ИСТЕЦ Я стал жертвой этих двух молодых преступников. Из моей машины они пытались, эти два малолетних, этих два мальчика, пытались украсть материальные вещи. Мой сын, он фанат одного футбольного клуба, Барселона, но это, наверное, не важно. И здесь у него день рождения, на следующий день, и, зная я, что он очень сильно любит этот клуб, купил ему полную форму. Бутсы, форму, штаны, ну, спортивные, принадлежности мяч. Все это купил для того, чтобы ему с утра подарить. Оставил весь пакет в машине. И сработала сигнализация, я выбежал и увидел, как мальчики разбили стекло моей машины и пытались вытащить пакет. Но так как они разбили переднее стекло машины в передней двери, а пакет лежал сзади, им долго было вытаскивать. На это было потрачено время, в этот момент я выбегаю, одного схватил, тот начинает вырываться, ну, мальчик, я же там не применяю силу. Второй в это время берет камень и разбивает мне голову. Хорошо супруга вызвала полицию, но они как раз в этот момент подъезжают, забирают ребят под белые ручки и всех отводят в полицейский участок. Там возбуждается уголовное дело, но после разговора с родителями и с детьми уголовное дело было приостановлено. Но есть документ о том, что уголовное дело было возбуждено. Было две статьи, две точно. Одна, по-моему, 115 называется, а вторая, по-моему, 158. Но могу ошибаться, было что-то там, кража и взлом, что-то вот... Нет, 158-я это кража, да. Возможно. А 115-я причинение легкого вреда здоровью. Вот, вы прям все знаете. Нет, не все. Ну, хорошо. Ну, шутки шутками, да. Так вот, я не ожидал, что мальчик 11 лет... Ну, представляете, насколько нужно иметь ненависть к человеку, к старшему тебя, чтобы камнем разбивать голову? Да, мне ненависть имел. Вы схватили ребенка. Он просто вступился за своего друга. Он испугался, что вы его задушите. Так, кто камень в виде оружия применял? Я. Материальный ущерб у вас... 39. 39 700. Он из чего складывается? Значит, 25 тысяч – это ремонт автомобиля. И 14 700 – это как раз-таки те пропавшие вещи. Да не было при них вещей. Заметьте, я не внес сюда, заметьте, свой материальный ущерб, ну, как обычно, да, моральный. Моральную компенсацию там нет. А 30 тысяч? Это ущерб здоровья, это на лечение было потрачено. Было возбуждено уголовное дело, по которым действия были квалифицированы по пункту, по части 2 пункта А ст. 158, правильно? Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Группой лиц, ваша честь, группой лиц, вот эти дети – это группа лиц по предварительному сговору. Простите, я похожа на следователя, нет? Вы, простите, ваша честь, но вот сейчас только что вот ответили. Ещё раз, истец не квалифицировал действия ваших детей. Я вам говорю, это следствие так квалифицировало. Я не знаю, что оно за следствие. Вы не знаете? Но если вы не знаете, надо обращаться к следователю, задавать вопросы. Вот только что, ведь, ваша честь, простите, вы тоже сказали, что вот он специально оставил этот пакет в вечер. По пункту 2 статьи 115, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Это ещё вам добавлено, статья Младучева. Добавлено, и в этой части иска мы, в принципе, согласны. Хотя эта сумма 30 тысяч, она просто, я считаю, необоснованная. Я сама медик, я видела эту рано, откуда там 30 тысяч. Там лечится эта зелёнка и заклеивается пластырь. Пожалуйста, вы мне приняли, дайте ваши расценки. А ещё боярышник может быть. Истец, вот истец предоставил, простите меня за это слово, свою калькуляцию. Вы можете свою калькуляцию? К сожалению, нет. Ну, здесь же видно, сразу провокация была. Какая провокация? Ну, как же, ну, доставил вот эти вот дорогие вещи с вечера в машине на виду специально. Вы написали заявление о примирении, скажите, пожалуйста. Нет, заявление не писалось, но при разговоре со следователем было решено, что давайте мы закроем это дело. Понятно. И дело было закрыто. Мною не было написано ничего, но закрыли. Говорите. Я хочу сказать, что дело было возбуждено по факту кражи, но вещей не нашли. Что касается причинения лёгкого вреда здоровью, я с этим согласна. Да, мотивами можно... Скажите, пожалуйста, а ваши дети просто так разбили стекло в машине? Нет, они не просто так. А зачем? Ну, потому что провокация была... Они увидели этот... Подождите, а провокация в чём была? Нет, ну вот, Ваша честь, вы же не оставляете, например, открытой дверь в свою квартиру. Если не будете закрывать дверь в свою квартиру, естественно, кто-нибудь придёт, зайдёт и что-нибудь возьмёт. Тем более, дети, вы оставьте на виду конфету, ребёнок, естественно, потянется за этой конфетой. Может быть, здесь был Зоя, может быть, он сам вообще эти вещи украл, на самом деле, и хочет просто нас деньги сейчас. Это же наш сосед. Подождите, вы что, серьёзно сейчас говорите? Почему нет-то? Почему нет-то? Потому что это всё похоже на... Обравдание поступков. Потому что наши дети футболисты. Подождите, скажите, пожалуйста, уважаемая мама, у вас есть машина? Да, у меня есть машина. И я там не оставляю ценные вещи, потому что я знаю, где, в каком стране живём. Вот что меня удивляет, что вы же совершенно спокойно это говорите при детях, когда, ну, я не знаю, все родители детей с детства пытаются внушить им, что чужое брать нехорошо. Лежит ли оно в открытом месте, заперто ли оно в сейфе, но, говорит, чужое брать нехорошо. А вы мне сейчас рассказываете о провокации? Нет, ну... Нет, значит так, я с вами по поводу цифр буду разговаривать только тогда, когда вы мне дадите свой расчёт. Скажите, пожалуйста, на каком основании ответчик предъявляет иск на возмещение стоимости этих вещей, если детей доставили в полицию с пустыми руками? На основании того, что из совматериала дела представлены чеки на покупку, подтверждающие покупку соответствующей формы клуба Барселона, а также материалы уголовного дела постановления, где установлено, что эти вещи были украдены. Ну так у наших детей не было этих вещей, ваша честь. Ведь даже в документах дефиксировано, наших детей взялись пустыми руками. Мамы, я всё поняла. Вы что-то хотите сказать, молодой человек? Ну, да. Давайте. Дядя Женя, он обзывал нас лохами в драных трусах. Я обзывал? И с детства, и с детства, спокойно. Или с сыном. И с детства, спокойно. Нет, дядя Женя и сын обзывал, что он попадёт в основной состав. Мы тоже хотим попадать в основной состав. Так это конкуренция. Вы хотели сына его проучить? Здесь можно всё в вашей части. Разберитесь лучше. Зачем вы полезли потом в машину? А в тура же я должна разобраться. Ну, хвастаться. Ну, потому что не было никакого... Похвастался. Хвастался. Ну, если у ребёнка недостатки воспитания, что теперь в машине залазить? Мы не виноваты, ваша честь, что мы не можем такие дорогие вещи покупать нашим детям. Если у вас есть, ваша честь, такую дорогую форму испанскую. А вот так взять и выложить просто. И зачем это всё делать надо было? Я не могу, мама, от вас. Это слушать я просто не могу, понимаете? Паша честь, ну, может, кто-то третий там был, но наши дети не брали. Ну, правда. И стекло не били. Не было так. Ну, Кириллу, скажи, ну, может быть, был там кто-то третий? Они же покрывают, наверное, каких-нибудь, я не знаю, взрослых, может быть, детей. Кто-то был же с вами? Кирилл, ну, скажи, пожалуйста, уже... Не было. Что ты, мама, как с девчонкой? С какой девчонкой? Ну, куда вам эта форма нужна же была? Кирилл, у вас же не было детей. Кирилл, у вас же не было детей. Ну, куда же не пошли даже с ней. Так, дети, сейчас буду с мам взыскивать деньги. Это минус мороженое, минус игрушки, минус, ну, ну... Я никого не было. Вы брали эти вещи. Вы не были вообще в машине эти вещи? Позвольте. Кто-то вас оставил, может быть, просто... Может быть, кто-то заставил. Разбил стекло кто из вас? Кто разбил стекло из вас? То есть стекло, значит, разбили. Мама, вы услышали это, да? Ты же говорил, что это вот... Я и говорила, что мой ребенок с вами разбил. Не, ну, подождите, они вместе, ваша честь, они вместе тогда уж. Пусть и отвечать мы будем вместе. Катя, ты сейчас о чем говоришь? Только что... Так, сейчас между собой мама будет договориться. Нет, ну, подождите, я знаю, что мой, например, сын сейчас вот подбил его на фражу. Нет, подожди, так твой студент сказал. Мой вообще самый потерпевший здесь. У него синяки огромные просто, ваша честь. Мой сын вообще, я не знаю, с нами психологи работают. Нет, вы знаете, когда один из детей взял камень и запустил во взрослого человека, то взрослый человек должен подойти. Я защищал. Вы видели, какие здесь синяки, он чуть не убил его просто. Он, конечно, пытался от него как, ну, смотри, это взрослый мужчина, это маленький ребенок. Ну, хорошо, а что должен был сбил взрослый человек? Он видит, у него сработала сигнализация. Человек спускается, видит разбитое лобовое стекло. Это ужасно все, конечно, простите. Он должен был сказать, воруйте из машины, ну, воруйте, воруйте. Вот этими огромными руками маленького этого ребенка. Ай-яй-яй, ребята. Так, мне приказательство мне о нанесении вреда здоровью ваших детей есть? Нет, я говорю, есть, нет, дети, еще раз говорю вам, еще раз, деньги будут взыскиваны с вашей мамой и папой. Так кто был еще третий? Не было третьего. Не было третьего. Не было третьего. Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать. Вы же сосед наш, вы же видели, как они росли. Кирилл, может, ты скажи, ну, это взрослый кого-то покрывает. Даже не смотрите на нас. Ну, что ж, мы мирно не могли еще решить. Они вот пустом остались. Покажем же это все. Куда пустом остались? Оставьте их, они не знают ничего. Вот просто вот этот человек бессовестный. Решили бы мы все вместе с вами полюбовно. Прошу всех садиться. Раньше надо было все это решать. Раньше все это надо было решать. Вы же помните наши дети в жизнь просто. Господи, боже мой, ваше честь. Ну, это же, ну, просто первый раз такое произошло. Так, суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчиков по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяют в полном объеме. И взыскивает с представителя ответчика, и с представителя ответчика солидарно в пользу ИСА стоимость украденной у ИСА спортивной формы, стоимость разбитого стекла в автомашине, а также стоимость работ по установке нового стекла. Суд взыскивает с вас ответчика в пользу ИСА расхода, понесенная ИСА на лечение, которую ты мог бесплатно получить в размере 30 тысяч рублей. Ну, простите, я не могу принять в качестве ваших возражений того, что форма не была найдена, поскольку это вопрос в рамках уголовного дела. Следствие пришло, что ваши дети виноваты в краже. Понимаете, вот для меня этот вывод правоохранительных органов является обязательным. Поэтому в данном случае солидарно вы между собой платите 39 700, это на вас двоих, а то, что касается 30 тысяч, это непосредственно с вас. Но на самом деле, мне так кажется, что все это можно было решить немножечко по-другому. Простите, пожалуйста, но, по крайней мере, естественно, меня в данном судебном заседании не произвело впечатление человека, который... Он же мог, например, моральный ущерб заявить в размере миллиона рублей, правда? Ну, естественно, этого не сделал, хотя у него для этого были все основания. И другое дело, что я могу только, как вам сказать, выразить, наверное, свое какое-то непонимание той позиции, которую вы, ответчики, заняли в судебном заседании. Потому что вы, конечно, там могли бы как-то оправдывать своих детей, хотя мне кажется, что, в общем, совершенного ими оправдания нет. Вот для меня. Поэтому давайте, раз вы по-другому не видите никаких других воспитательных мер, ну, значит, давайте будем расплачиваться деньгами. Может быть, это будет вас воспитывать. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Решением суда остался полностью доволен. Мне кажется, что любое деяние должно быть наказуемо. Опять же, с малых лет нужно воспитывать в человеке ответственность и уважение к законам той страны, где ты живешь. С приговором суда не поспоришь. И, конечно, вины со своего сына я не снимаю. Но мне кажется, те суммы, которые предъявил истец, они значительно завышены и совершенно неоправданы. Миши играть не умеет. У нас нет ни буз, ни мяча. Мы оставили их под кустом. А когда вернулись из-за деревни полиции, их уже не было. По факту дети не брали, на самом деле, вещи. И оплачивать эти вещи мы не будем. Мы будем оспаривать, подготовимся лучше. Мне непонятна позиция истца, которая из оступившихся детей пытается сделать малолетних бандитов и преступников. Мы хотели только мяч, футбольную форму и бутсы. Но больше всего не достал бы Миши. Потому что он чум... Он... он хвастается с папашинами деньгами. КОНЕЦ